Анализ результатов тестирования, который известен на данный момент, показал, что средний балл по предметам выше прошлогоднего. Исключением пока стала только биология, с заданиями по которой абитуриенты справились хуже. Результаты, в общем-то, нас радуют, поскольку в этом году довольно много 100-бальных результатов. Для примера, та же самая математика, 16 100-бальных результатов, но и есть, так скажем, нулевые результаты. То есть тут, опять же, те же самые 16 человек тоже получили 0 баллов. На русском языке у нас тоже есть нулевой результат, и, соответственно, скажем, 7 человек получили тоже 100-бальные результаты. Практически, в общем-то, по всем предметам 100-бальный результат присутствует. Результаты ЦТ практически по всем предметам уже можно узнать на сайте Республиканского института контроля знаний, в пунктах тестирования, а также при помощи платной СМС-рассылки. Сертификаты с оценками начнут выдавать с 10 июля. Получить их сможет только личный абитуриент при предъявлении паспорта, пропусков, заверенных печатью о прохождении тестирования и при условии преодоления установленной Министерством образования минимальной пороговой оценки. У нас по области, например, по математике примерно 36% тестируемых, те, кто проходил тестирование, остались вот за вот этой вот планочкой, соответственно, 15 баллов. Я еще раз, может быть, напомню, что русский, белорусский – это 10 баллов, математика, физика, химия, биология – 15 баллов, все остальные предметы – 20 баллов. По остальным предметам этот процент, в общем-то, не превышает, то есть он, соответственно, так скажем, небольшой, но, тем не менее, так скажем, есть те, кто не прошли вот эту вот, так скажем, черту. Еще одним важным положительным показателем прошедших вступительных испытаний является минимальное количество нарушений. Только один человек был удален из аудитории за использование микронаушника. 73 абитуриента, которые пропустили сдачу ЦТ по уважительной причине, смогут сдать тест в резервный день 4 июля. У остальных абитуриентов сейчас есть небольшая передышка перед вторым этапом вступительной кампании, которая начнется ближе к середине месяца.